Добрый вечер! В эфире Чиста Ньюз, в студии Валерий Житков и Евгений Кашевой. Здравствуйте! Начать хотелось бы с хорошей новости. Вчера утром, а точнее в 10.00, появилась следующая информация от Госстата. Зарплаты украинцев выросли на 21%. Однако, радовались мы недолго, а точнее всего 20 минут. Потому что уже в 10.20 тот же Госстат сообщил следующую новость. Долги по зарплате выросли до 2,5 миллиардов гривен. То есть, представляете, это всего за 20 минут. Мы даже не стали смотреть, что там дальше в этом Госстате. Вдруг там через час что-то вообще страшное. Политическим новостям скоро в гастрольном автобусе квартала у меня появится дополнительное место. Даже два. Хотя нет, три. Ты уверен, что это политическим новостям? Конечно. Сейчас объясню. Актер квартала Юрий Корявченков баллотируется в Верховную Раду Украины. И это неудивительно. На мой взгляд, для партии «Слуга народа» Юрий Валерьевич незаменим. Ведь, учитывая его габариты, чтобы заблокировать трибуну, в случае чего хватит и его одного. Но не только Юрия Корявченкова потерял шоу-бизнес на этой неделе. Ольга Полякова объявила о создании первой женской партии. То есть сокращенно ПЖП. Неплохо. ПЖП. Думаю, что эмблема партии Поляковой ПЖП может выглядеть вот так. Пока неизвестно, кто стоит за Поляковой, но, видимо, кто-то очень влиятельный. По словам Ольги, на ближайший парламентский выбор ее партия пойти уже не успевает. Но оно и понятно, партия женская, женщинам все-таки нужно хорошенько собраться, осталось себе полтора месяца. Но в случае, если Оля добьется все-таки своего и станет депутатом, то придется как минимум переделать двери в Верховной Раде под ее головной убор. В завершении темы, мне кажется, политикам стоило быть осторожнее. В свое время они так много платили на корпоративах звездам, что теперь у звезд и самих появилась возможность идти в политику. Неопределенность с предстоящими выборами очень сильно расстраивает нынешних депутатов. Многие даже с горя уходят в запой. К примеру, депутат Игорь Масейчук появился в эфире одного из телеканалов, как сообщается, предположительно в нетрезвом состоянии. Ну, вы можете оценивать, как заводно, я нахожусь в стане, в якому я ем. Это предположительно нетрезвое состояние называется предположительно в мясо. Напомним, что Игорь Владимирович недавно вышел из радикальной партии и, видимо, продолжает отмечать это радостное событие. Ну, плюс не забывайте, господин Масейчук худеет, сидит на диете, поэтому наверняка не закусывает. А в такую же ору, да без закуски, да под софитами, ну, тут любого бы развезло. Мы знаем, о чем говорим. Не успел Порошенко выехать из аппарата президента, как там произошла пикантная ситуация. Из ситуационного кабинета пропало все. Как видите, вынесли даже мониторы, но самое печальное – исчезли серверы, на которых хранилась секретная информация. Наверняка, перед тем, как было принято решение вынести серверы, в спешке секретную информацию пытались уничтожить прямо там. Но, видимо, серверы не удалось смыть в унитаз, да и в Шредер они тоже не влезли. Тем временем, новый избранный президент Владимир Зеленский объявил о своих планах. И первым официальным визитом станет поездка в Брюссель. Ну, видимо, от греха подальше президент сначала решил посетить те страны, о лидерах которых он шутил меньше всего. Отлично началась неделя для Михаила Саакашвили. Президент Украины вернул ему украинское гражданство. А вот так вот украинское гостеприимство перегостеприимило знаменитые грузинцы. Ну, мы на всякий случай советуем Владимиру Зеленскому присматривать за господином Саакашвили, потому что, ну, вот посмотрите сами. Саакашвили уже заявил, что первым делом, вернувшись в Украину, хочет поесть борща с помпушками и посмотреть на новый стеклянный мост. Ну, Михаил Николаевич борща с помпушками, вы точно поедите. А вот насчет моста обещать не можем. Да, спустя всего сутки с момента открытия стеклянного моста на Владимирской горке на нем потрескалось, собственно, стекло. Злые языки утверждают, что трещины появились после того, как на открытии моста побывали братья Кличко. На этом косяки нового моста, который, между прочим, обошелся городу в 420 миллионов гривен, не закончились. В стеклянном покрытии из-за больших зазоров появились грязевые разводы. Учитывая, что первоначально мост стоил 260 миллионов, то зазор между покрытием и стеклом действительно огромный, ведь в него утекло 160 миллионов гривен. Мы уверены, что самое интересное в истории с мостами еще впереди. Учитывая, что Виталий Владимирович занимается реконструкцией еще и Шулявского моста в столице, то, скорее всего, мост на Владимирской горке – это просто так. Проба пера. Ну и в конце новости спорта. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск в здании Федерации футбола Украины, в результате чего были изъяты футбольные мячи и водка. Да-да, мы тоже удивились, откуда в нашей Федерации футбола взялись мячи. Ну, а по поводу водки, я думаю, она там не в качестве алкоголя, это просто такие кубки. То есть это за первое, 0,7 и за 0,5 место. На этом сегодня все. Будьте здоровы, занимайтесь спортом, но не ради таких кубков. До свидания, встретимся завтра вечером сразу после Тесса. До свидания.